В этом году наша телекомпания, как, впрочем, и обычно, стала точкой притяжения всех городских коммунальных проблем. Прорыв канализации, рухнувшие крыши, протекающие потолки, акты вандализма – с этим люди к нам обращались чаще всего. И мы не оставались в стороне. Этот год для многих рязанцев начался с рыбного запаха водопроводной воды. На протяжении месяца десятки тысяч человек жаловались на качество оказываемых услуг и требовали перерасчета тарифов. В результате проблема была найдена и устранена. В то же время некоторые активисты говорили о том, что исключить подобные вещи можно с помощью подачи воды из артезианских скважин. Однако, в частности, на водозаборе Кольное они оказались замурованы. Более того, на их месте планируется постройка многоэтажек. В возмущении люди выходили на улицы и требовали сохранения зеленых зон. Наши инициативные группы «Дышим чистым» собирают подписи, а уже отправили там несколько других групп, которые против застройки и за парк. Ну и за восстановление, за чистую воду, рассмотрение возможности восстановить водозабор Кольное, чтобы в ближайших районах была чистая вода. А кто-то в этом году не знал, как спастись от воды, проникающей в квартиры. В первые июньские ливни множество квартир оказались затоплены. Часто это было связано с протечкой крыши, еще чаще – с проводимым капитальным ремонтом кровли. Один из домов на Первомайском проспекте ремонтировался с начала июня до конца августа. Все это время люди страдали от затоплений. К нам поступило несколько жалоб по залитию одной из квартир этого дома. И сейчас подрядная организация совместно с собственным ущербом в соответствии с договором пытается урегулировать. Очень много в этом году было обращений от граждан, которые остаются недовольны своими управляющими компаниями. Канализационные прорывы в подвалах дома, протечка крыш, грязные подъезды, клопы и тараканы, которых жильцы пытаются устранить самостоятельно. Все эти проблемы решаются с трудом, в основном в результате смены управляющей компании. Однако некоторые крупные проблемы в городе все же удалось решить. Казалось бы, безнадежная дорога на улице Прижелезнодорожной так никогда и не станет приличной. В начале года масса бизнесменов жаловались на то, что многие клиенты попросту не могут до них доехать, оставляя колеса в ямах. Теперь же дорога отремонтирована, сделано водоотведение и ездить по ней одно удовольствие. Скорее всего, в этом большую роль сыграло создание аккаунта в соцсетях для разбитой дороги. Возможно, для решения вопросов с плачевным состоянием водоемов тоже нужно завести для рек и озер странички в интернете. Если, по мнению рыбаков, речку Листвянка сбрасывает свои отходы одной из предприятий, после чего там вымирают рыбы и растения, то глиняным пятном, которое пришло в Рязань по океис Калужской области, уже никого не напугать. Глинистые отложения, в любом случае, как передает нам информацию Росприроднадзор по Калужской области, они не представляют опасности для жизни и здоровья населения. Они представляют только сложности в технологии водоочистки. То есть для того, чтобы очистить воду от глинистых отложений, водоканал должен использовать для очистки большие дозы сернокислого алюминия, запас которого у нас в настоящее время имеется. Есть же в нашем городе и те проблемы, в которых никто, кроме самих рязанцев, не виноват. Ежегодно на улице Новоселов вандалы сдирают изоляцию с труб теплосетей. В результате тепло не доходит до квартиры, местные жители вынуждены надевать на себя много одежды, чтобы согреться в квартире. Как говорят очевидцы, сдирают изоляцию дети и подростки. Некоторые из них распивают на этих трубах спиртные напитки, в том числе в компании взрослых мужчин. Изоляция регулярно восстанавливается. Обращаюсь к гражданам, ко всем нашим, к населению, поскольку это деньги ваши, наши в том числе. Понятно, что если такие случаи наблюдаются, необходимо их пресекать, сообщать в определенные органы, чтобы для принятия мер. Волновал рязанцев и вопрос, когда откроются бани на Семена Середы. Для многих людей, которые живут в частных домах, этот комплекс был не просто развлечением, а возможностью просто помыться. Сейчас бани закрыты, однако после ремонта они снова заработают. Комплекс откроется весной 2021 года. Хотелось бы обратиться ко всем жителям нашего города, к любителям бани, развить все слухи про то, что бани никогда не заработают, что здесь не ведутся никакие работы. Хочу вас уверить, что в настоящее время муниципальное предприятие, муниципальный коммерческий центр ведет все работы согласно федеральному законодательству по выбору арендатора. Чтобы арендатор определиться уже в этом году, в конце этого месяца. Таким образом, на многие вопросы люди получили ответы. В первую очередь это произошло благодаря тому, что они не стали молчать о своих проблемах. Все мы верим, что следующий год будет лучше, чем предыдущий. Однако бытовые проблемы никуда не исчезнут. И те из вас, кто хочет постараться их решить, может обращаться в редакцию нашей телекомпании. Ровно как и те люди, которые попали в различные происшествия. Продолжение следует...